Дворец Ледовый дворец, несомненно, стал украшением города Шклова. Красивое современное здание, благоустроенная территория вокруг. Но самое главное – это возможность для занятий физкультурой и спортом для детей и взрослых. Каждый день, без выходных, с раннего утра и до позднего вечера. Сколько используется процентом нагрузка на ледовое учреждение области? 96%. Я думаю, что в Шклове будет не меньше. Потому что в Ледовом дворце у нас не только один лед для развития хоккея. Это многофункциональное здание, которое на сегодняшний день уже работает. Особенно Шкловского-Ледового вместе на берегу Днепра и проекте здания. И, конечно, не зря на ледовой арене изображение огурца – неформального символа Шкловщины, но в хоккейной форме. В Шклове открыто отделение хоккея. Принимают детей 7-10 лет. Два тренера, которые пришли на работу в Ледовый, проводят отбор. Для будущих хоккеистов Управление по спорту и туризму Могилевского обл. полкома уже приобрело 60 пар коньков и 132 клюшки. Также уже поступают заявки от наших ближайших соседей. Это из города Круглое, Белыночи, Толочино. Там тоже есть любители, которые уже с нетерпением ждут, чтобы приехать и попробовать лед у нас на площадке. Мы, естественно, рады видеть всех. Коридоры дворца уже украсили архивные фото советских времен, когда хоккеисты СССР остро соперничали с американцами и канадцами. Таблички на дверях сделаны на белорусском и английском языках. Во дворце вообще все новенькое и красивое. Приятно ходить по коридорам, заходить в раздевалки. В некоторых из них есть шкафчики на ключах. Гостевая ложа вверху. Скоро зальют лед и будет интересно. Но сам спортивный комплекс уже работает. У Ледова заметны юные лыжники. Они тренируются три раза в неделю и говорят, что не холодно, даже учитывая осенний ветер от реки. И едь туда дальше, как и катались. Как проходит тренировка? Нормально. Тренируемся потихоньку. Это называется потихоньку. Какая же у вас скорость? Километров 40, наверное, средняя. Мы теперь гордимся, что у нас есть Ледовый дворец. И мы можем сюда приходить, заниматься, кататься. Спортсмены и их тренеры говорят просто – здесь красиво и удобно. Чтобы сказать удобно, это просто обидеть то место, в котором мы сейчас находимся, нам великолепно здесь. Потому что здесь лыжероллерная трасса. Такой комплекс, в котором у нас раздевалки, душ теплый, туалет теплый, тренажерные залы. Потом откроются Ледовые. Мы можем тренировки на льду проводить. Для нас это просто сказочно. Внутри открыты для посетителей залы для силовой подготовки. В хореографическом зале вечером занимаются фитнесом. Да, это не только ледовая площадка. Это также многочисленные помещения, которые будут использоваться по своему назначению. В тренажерном зале сегодня занимаются юные шкловские борцы. Мой папа как бы его строил. Мне нравится больше всего кататься. В коньках? Ох, тяжелая у тебя тренировка, Антон. Нормально. Как выдерживаешь. Обыкновенно. Приходится. Кем же ты так хочешь стать, что такое выдерживаешь? Если честно, то этим. Ветеринаром. Но для всех лед все-таки самое главное. В шклове, говорят, своя сильная хоккейная традиция. У нас есть группа ребят хороших, ветеранов таких же. И прекрасно будем играть. Может, если команда президента примет нас, то мы сыграем за нее с удовольствием. Этот дворец четвертой ледовой в области. Могилев, Побрус, Горки и вот теперь шклов. Всего в Могилевской области хоккеем в секциях занимаются более 500 детей.